Всем привет! Давайте продолжим изучать программу The Brush. Сегодня рассмотрим, что такое NanoMesh, для чего он нужен, как он работает. Давайте приступим. Давайте откроем план 3D, выведем его на экран, включим Edit, Incelize откроем вот эту клавишу и давайте поставим на деление сколько нам надо. Приблизительно можно вот так вот этими полосками вводить, разделять поверхность нашу, вот вы видите сколько можно делений сделать. Для чего это надо, чтобы объяснить NanoMesh на примере вот плана. Давайте теперь откроем кисть, вот эту вот кисть откроем и мы мы открываем, конвертируем все это дело в NanoMesh, в вкладке Brush, здесь вот, вот она кнопка Create, NanoMesh Brush, нажимаем все, вот она изменилась, мы ее конвертировали, наводим на клетку на нашу, и давайте теперь посмотрим как это дело работает. Пардон, я забыл нажать Make Polymesh, нажимаем Make Polymesh, вот меняется наша сетка, вот так вот видите полосок, вот он как он меняется, теперь что мы делаем, конвертировали мы нашу кисть в NanoMesh, и теперь давайте нанесем болт, вот он мы нанесли болт сюда, теперь дальше что мы будем делать, это откроем вкладку NanoMesh, вот у нас выскакивают такие управление такое, полоски, вот теперь можно сделать деление на 3, потом можно сделать 3 на 3, вот этими полосками тайл, потом следом можем выбрать нашу геометрию, как они будут располагаться по краям, давайте я поставлю стандартную форму, выбрать чтобы было видно, вот такая фишка у нас выходит, здесь мы можем менять как они будут располагаться, вот так вот, вот так вот, и вот так вот. это вот геометрия их расположение, можно полосками потом, тут я объясню как они работают, теперь следом мы допустим, вот такая фишка у нас получилась, давайте теперь рассмотрим это дело на одной клетке, опять откроем инферн, все отключим один к одному и попробуем здесь сделать то же самое, делаем make poly mesh, открываем нашу кисть, конвертируем ее в nano mesh, вот все появилось, вот такой болт у нас выходит, теперь давайте еще раз посмотрим как это будет на крупной выглядеть части, вот это двигается, вот так они располагаются, вот такое у них происходит деление, вот такая фишка выходит, давайте теперь на примере сферы рассмотрим, давайте откроем нашу сферу через leadbox, уменьшим ее полигоны, посмотрим как можно здесь с ней поработать, уменьшим еще, вот такая фишка у нас получилась, вот в нем вот сюда subdevice levels и реконструкция subdev, уменьшаем ее полигональность и теперь давайте преобразуем ее в make poly mesh, вот такая фишка у нас получилась, выберем один, как его называют, один полигон, опять возьмем нашу кисть, преобразуем ее опять в nano mesh, вот у нас выделился полигон один, сейчас я его прибавлю, приближу, вот так это все дело выглядит, давайте нанесем опять же наш болт и на нем повторим то же самое с nano mesh, вот nano mesh и тут же мы опять давайте поделим его, вот такая фишка получилась у нас, поставим расположение как нам надо, теперь давайте добавим еще один болт, вот допустим вот этот, нажимая кнопку M, ставим сюда болт, вот такая фишка у нас опять получается, добавим еще попробуем один, ну допустим вот этот, вот так вот меняются у нас болты, вот так вот все тут изменяется, вот такая вот деталь получается у нас, можно использовать и другой полигон, вот это вот все дело делать, копировать, так с этим мы разобрались, допустим у нас добавляется вот сколько там деталей, возможность есть добавить сюда еще допустим один болт, вот так мы его добавляем и у нас получается здесь уже вот, здесь в индексе уже два болта, два разных болта, вот теперь мы можем работать с этим болтом, вот так его теперь делить, вот он теперь появляется здесь, можно включить с предыдущими работать, можно теперь с этими работать болтами, все это в принципе мы разобрали, вот так это все дело выглядит, теперь давайте разберем как это будет выглядеть, допустим на квадрате, на кубе, открываем куб, вот такая фишка у нас получилось, вот так все это дело выглядит, заходим интерлайзер, вот сюда и давайте уменьшим его в размере, развернем, допустим теперь поделим, ну пускай сколько, три на четыре сделаем, теперь давайте приблизительно откроем, выберем кисть, ну какую нам взять, возьмем давайте брикс кирпич, выберем, вот мы его взяли, теперь давайте его опять же преобразуем в nano mesh, все он преобразовался, вот мы его преобразуем в make poly mesh, забываю извините, вот так вот мы наносим кирпич, теперь мы открываем nano mesh, открываем nano mesh и вот этими ползунками можем здесь его вертеть, крутить, допустим, хотим мы сделать на 6, ну чтоб во всех он появился, нажимаем пробел, вот так вот на него наводим и жмем flat in slant, вот эту вот фишку и нажимаем на свободный полигон, вот так все это дело у нас меняется и вот этими ползунками мы теперь можем изменять, крутить их тут, делать из него вот такие фишки, вот так вот его перекручивать, вот так вот, вот так он все и работает, уменьшать, увеличивать, вот такую фишку можно делать. В принципе, объяснил, сюда можно еще, допустим, если у вас есть саптулы, здесь вот многие саптулы, их можно сюда вставлять, моделировать какую-то, не знаю, там значок, медальон, какой-то набор делать интересный. Вот этими полосками можно работать, словом изучайте, вот эти кнопки тоже, Fit, Lure, Fill, Con, вот можно ими тоже работать, тоже изменять внешний вид, также можно сделать их вот так вот, вот так вот тоньше, толще, можно вот такое вот полотно сделать, как из кирпичей, и на это полотно что-то нанести, там череп, допустим, еще детали какие-то, и обработав их, допустим, подкорректировав чуть-чуть, вот так вот можно выделять, вот так вот делать нашу поверхность. В принципе, для чего используется наномеш, это для работы, допустим, вы делаете перстень, там, не знаю, деталь какую-то, ювелирную, еще какую-то, где-то можно добавить на модель какую-то, сделать необычную вещь, все это потом, допустим, вы вот сейчас вот сделали, жмете Make Polymesh, открываете Subtool, все это сбросилось, сохранение, сейчас давайте вернем, здесь идет в наномеш сохранение, допустим, вот Past, назад, копии, также можно здесь поиграть, допустим, сделать, нажав вот эту кнопку, мы ее прогоняем, нашу модель BPR называется Shift плюс R, комбинация кнопок, вот мы ее прогнали, давайте посмотрим наши Subtool, вот наш Subtool, теперь можно немножко поиграть, допустим, светом, вот так вот делаем это дело, можно добавить еще один источник, вот так это все дело делаем, прогоняем опять же на BPR, вот такая фишка у нас получилась, вот, вот такой у нас Subtool вышел, теперь вот у нас здесь активных точек 86, допустим, нам надо прибавить точки, жмем геометрии, жмем Subtool, вот такая фишка у нас получилась, вот мы отключаем эту, 86 было, стало у нас 811 активных точек, в принципе, вот так все это дело работает, можно делать необычные фишки, кольца, браслеты, допустим, какие-то детали для одежды, так что пользуйтесь, учитесь, все, всем до свидания, пока. Субтитры сделал DimaTorzok